Пошли, пойдем искать черешню. А что искать, вот она. Вот здесь плоды были. Ага, вот смотрите. Только это уже черешня Боднера, вот они. Ну, чтобы их... Она такая, она желторозовая, да. Это Боднера нашего волшебника. Я новых сортов не выводил, я дюки выводил, а вот это чистая черешня, видите, по листьям. И даже так. Ну, если все вместе посмотреть, ну, сколько тут на этом дереве? А вот, вот, смотрите, вот. А, ну, теперь я вас угощаю, наконец-то. Из Сибири, я вас, милая женщина, угощаю черешню. Давайте, самое, отрывайте, идите. Вот, косточки в карман. Давайте. Давайте, 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 давайте. Давай, 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 давай. Я, знаете, я переживал бы приедет, угостить нечем. Сладкая. Настоящая. Это Боднера. Да. Ой, что, получится. Ну, я бы еще потом... Пробуйте, пробуйте. Сладкая. Ну, так что? Да. Это вам. Пробуйте. Я вас сделаю, селекционер. Не просто, да, селекционер. Смотрите. Съездил Сережа к Боднеру. Вот вам еще одна черешня. Почему? Аплите эту. Видите, между ними три места. Да. Вот, потому что она малоплодная, сами заметили. Но она понадежнее той Брандской розовой. А вот здесь вот, дерево, которое считалось самым растойким персиком в мире, одно время объявил. Торовенный куст. Да. Урожай персиков, персиков. Остался один пень. Вот он. Причем ровный пень, больше ничего. Вот он. А это, я почему говорю, если все делать с ума, посадка на холм. Так. Значит, отпилил так, что где-то ниже осталось одна-две почечки. И теперь прошло всего лишь. Это было весной, Лен. Этой весной? Этой весной. Все. Я с ним попрощался, даже громко об этом заявил. Я искренне попрощался. Приходит середина лета, смотрите. Ничего себе в человеческой. Но первенство. А это у меня сеянцы. Сеянцы я их назову Миносинские. Там свой волшебник был. Он мне привез 20 штук. Это остатки. Все-таки морозы били-били-били. Вот. Но у меня еще есть потом, что в этом. Кое-где. Ладно, это потом. От вас секретов нет. И смотрим сюда. Пойдем уже по персикам. Пойдем по персикам. Кстати, войлочные вишни. Ни одна не куплена. Вот посажены были вот так вот. И все взошли, видите? Ну, просто никому не нужны. Неудача этого года, всегда говорю. Венгерки пустые. Они, конечно, не такие, как китайки. Они все-таки чуть-чуть капризнее. Но первый год в моей жизни у меня нет венгерок. Может, найдем парочку. Посмотрите на эти груши. Вот смотрите на них эти есть. Белые эти. Полоски. Полоски. Вот. Это что? Это, как бы сказать-то. В общем, на грани заболевания. Вот. На грани. Это значит, что парша, вроде бы не парша, их так и едят. Прям даже не чище. Но еще немного. Если не прекратятся дожди, они прекратились. Это не самая надежная груша. А, допустим, в Ленинградской области я бы ее не рекомендовал. Я же продаю, продаю. Сережа продает, продает. Вот это где сухие регионы. Знаете, что сейчас от засухи? Ростовская область, Кубань помирает от засух. Вот туда можно. Ай, сегодня венгерка пустая. Так бы вас хотелось угостить. Посмотрите, сколько на ней груш. Если никуда не денете, через месяц буду угощать ведрами. Ой. Так. Вот это как анекдот. 20 лет я пытаюсь вырубить этот самый орех манчжурский. А он не вырубается. Он опять лезет, вот как персик показал. 20 лет я его вырубаю. Так, ну, смотрите, какая ценность? У него или у этих? Или у этих роскошных сладких груш? Или вот яблони, вот видите? Ну, пойдем дальше. Вот смотрим, самое ценное, что в моем саду. Ну, после дмажурского того патриарха. Эти абрикосы, ой, персики. Персики. Они пережили две сорокарадусные зимы. Вот это приросты этого года. Смотрите. А вот это прирост того года. Смотрите. Вот какой прирост. А так этот слабее, потому что он под снегом, тапочка была. А я хвастаюсь вот этим. Вот. Потому что он, вот это, на Сороградском морозе жил, вот это вот. Да, да, да. Вот разница. То есть этот хорош, а этот вообще. Вот это вот, с него должен начинаться новый класс персиков. Не 26-28, самые крупные авторитеты. А у них никогда не получается. Я же, Лен, ну, я уже, конечно, пресс съел в вашу, извините. Это образное выражение. Почему? Они все говорят, они все делают в стамбе им. И они у них вот здесь вот на морозе и умирают. Когда-то кто-то взял и сказал громко, и это пошло по всем изданиям. Чем выше, тем теплее. Если приваете на высоте, цитирую, метр, полтора, два. Вот. А и пошло это, а раз там внизу холодно, давайте там будем вместо штампа, то есть вместо веток, пусть там будет штамп, весь изувеченный этими ранами. А вот на самом-то деле вот, вот этот вот. Было сантиметров 20 снега. 25 в этом месте. Вот. Вот это, видите, замерзло. Вот он. Вот много замерзло. А этот, вот этот последний год замерз, вот это. А этот еще раньше замерз, видите, позапрошлый год. Я считал, дерева нет. Оно взяло. Они неубиваемые. Почему? Если все с умом и не делать этот долбаный, ой, неудобно, такие слова иногда вырываются, да. Вот этот долбанный штамп. Не делать его. Вот оно должно быть. И вот, пожалуйста, персики никуда не делись. Не каждый год бывает аномальный. Значит, я жду в следующем году вас на персики. Так. Ну, пройдемте. Ну, вот это я подсадку делал. Здесь у меня есть уникальная вещь, сейчас покажу. Этот тоже замерз, но пошел снизу. Да, 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 да. А это тоже интересно, смотрите. Я сейчас сам только заметил. Вот. Я сейчас сам и не заметил. Я не заметил, когда он успел отрасти. Вот, вот, вот. Это практически от корня пошел. Так. Практически от корня. Значит, бери его, укрывая снегом, он никогда не погибнет. Они не сопривают, что интересно. Может быть, их вот так. Вот так. Надо растить. И есть такое понятие кустовидная форма. Вот уже. Да. Уже не погиб и не погибнет. А есть полуукровная. Да. Вот. Или бери, насыпай снегу побольше, но только до половины, иначе он может сломаться. Или вот так вот, прям целиком. Можно даже прижать чем-то. А его снег сам закроется. Вот. Но уже потерять его невозможно. Вот, пожалуйста, тот вернулся, этот вернулся, а тот вообще не стал замерзать. Вон, ветки на высоте, вон он, да. Ладно, сейчас похвастаюсь чем-нибудь. Сейчас похвастаюсь. У меня есть такое чудо, да. 12 лет назад я сделал фотографию. Первый плод персикового мичурина. Это слива, чудо, слива. Равных нет вообще на всей планете, да. 12 лет я сделал фотографию. Первый плод. И сейчас она у меня есть фотография. Каталоги, и все. Вот. Потом 12 лет я ждал второго рожая. Осенью подхожу, глазам не верю. Вы думаете, это молодое дерево, посмотрите на него. Оно каждый год вылазило, подмерзало, видите? Вот эти, видите? Ну, вот, понятно, да? Да, да. Вот. Пошло 12 лет. Я, наконец, осенью, ну, не осенью, почти осенью, прошлого года, я смотрю, на ней висит опять тот сам. Вот, представляете? Да. Персиковое мичурина. Тут уж я сразу бирку нашел, вот, банку нашел на помойке, эту пивную. Смотрите. Персиковое мичурино. Вот это вот. А теперь смотрите. Елена Александровна, ну, я уж материн скоро буду. Кому я вот это передам? Ну, кому? А ведь теперь это уже пойдет в серию. Двенадцать лет. А я, когда увидел, думаю, господи, подарил мне на старость. Я уже сказать, что было, я забыл про нее. Не плодносил, ладно. У меня принцип. Привил. И забудь. И забыл, пока не вижу первый плод. Не подхожу, не гляжу, не ухаживаю. Какое там это? Ну, поняли, да? Пойдем дальше. Ну, интересно же, вот. Конечно. В этом жизнь-то и состоит. Так, а что это у меня за яблони тут? Да, кстати, вот это вот, королева сада, сувенир Востока. И урожай будет приличный. Посмотрите, там грозди висят, да? И посмотрите, что ее век, она привита, заканчивается. Видите? Вот два. Вот это и вот это. Уже надо обрезать, руки не доходят. Она еще... Ну, может, если нормальная зима, но 2,40 градуса многовато, да? Для такой роскости. Вот. Потому что это сувенир Востока, я считаю, лучшая слива. Но про Пешска я молчу. Это будущее. А за все эти годы, вот она, царица или королева. Но надо размножать и размножать. Слушай, поднимите, что там за яблоко лежит. Я не вижу рядом яблоко. Может быть, кто-то уже таскает помаленьку. А ну-ка. Это Квинтий или Мелба. А что он тут делает? Вон, а нет, это груша. Нет, я вот там яблочко. Да там далеко. Я боюсь, что у нас бывает такое, что лазит. Так. Это плохая примета, что не там лежит. Так, пойдем дальше. А Квинтия у нас розовая мякоча. Кто? Яблоко. Да. Это Канада или это... У нее два... Это Канада и Голландия. Две родины. Ой, так. Так, так, так. Видите, с какой густотой растут деревья. Так. Ой, абрикосики. Вот эти абрикосики, да? Вот. Они уже укрупнялись, но это год такой. Два близнеца, я за ними следил, они давали рекордные урожаи. Они были бордового цвета. Каждый год меняются. Во-первых, опять сели мелкие, вон видно. Вон мелочь, мелочь, мелочь. А вот это вообще оккультурился. Мы его ели, жрали горстями. Вот где там с него? Видите, прошло пару лет, он опять одичал. А что интересно... А чем это связано? А вот мне такой вопрос задали. Это самое. Что это навсегда или нет, когда вот это... То есть стоит ли ждать, или просто можно вырубать, как только одичал? Да, а у меня там, я рассказывал, на вебинаре я подготовил ответ, буду, если увидите. Там у меня ответ такой. Там у меня растет ряд вишен. Там у меня второй сосед, Володя, покойный, да? Вот, покойный. Он... Что, съедобно? Ну, хреновенько. Есть горчинка. Есть. Так, но он предназначен только для подвоев. Так вот, у меня же есть, которая чистая, я их никогда не привал. А есть двойные, вспоминай. А вот те двойные, они культурные. Так вот, сбили меня с мысли. И там растет 10 или 15 огромных вишен. Последние один год, три года назад, дала, а уже считала, что все, ну, кислые-кислые, ну, мелкие-мелкие. И вдруг крупные, отборные, культурные, дала вишни. На последние два года опять вернулась. То есть, бывшие культурные, в Сибири одичали. И иногда из них культурность вылазит. То есть, никакой гарантии нет, как долго она сохранит эти качества. Нет, нет, может быть, на тот момент надо было брать черенки или косточки. Ловить, ловить момент. А, они сохраните тогда только? Да, ну, вот такой пример. Мы приближаемся к питомнику. Вот здесь вот, Елена, это горькое говорить. Вот здесь росли самосевы, самых крупных абрикосов в нашей стране. Вот здесь. Помните? Сергей их все выкопал и выкинул. Потому что вы весной не нашли участка. Ну, то есть, мы с вами. Вот здесь они росли. Ну, надо было хоть туда перенести. Куда? Ну, хоть на туда. А где вы были? А мы же не могли проехать. Вот здесь они были. Это был самосев. Ну, ладно, проехали. Вот, потом они вот с таких вот. Ну, они очень пристыки валяются. А это эти самые. Ну, вот эти уже чуть культурные заметили. Вот с этого дерева, да? Вот. Это тоже манчжурист. Но обратите внимание, какой они благородный лист. Видите? Попробуйте. Вот сейчас скажете, они уже вполне приличные. По вкусу, да? Это уже вполне. То есть, это уже, как бы сказать-то, еще не марселест, но уже не запорожец. Уже жигуль. Так скажем. Так. О, покрупнее нашел. Ну-ка, попробуйте. Вот вам королевские. Ну, они, еще раз говорю, все мелкие. Ну, все-таки поднимите. О, хорош, да? Садовчик. Кстати, он абсолютно на королевский не похож. Почему? Ах, у него второй родитель, вон, незаконный. Вот это, Елена Александровна, не распроданная саженца. В прошлом году им исполнился год. Вот. А сейчас они уже выше моего роста, смотрите. Им пошел второй год. Это яблони. Так вот, что интересно, вы, наверное, может быть, уже знаете эту беду, которая поразила всех. Вон, смотрите туда. Видите мертвое дерево? Да. Яблони. Вот. На рынке появились однолетки больные уже. А я-то знаю. А теперь смотрите. Я здесь не подходил к ним, ничего не делал. Найдите меня больной. Смотрите внимательно. Ну, все вроде нормально. Смотрите, смотрите. Посмотрите на это чудо. Вот он, Жигулевский, который я называю король сада. Вот они, вот. Два года. Этому вот. Нет, этому уже третий. Только он подрезал. Мы с них черенки брали на прививку. Вот трехлетка. Давайте сюда посмотрим. Вот. Чем не груши? Вот груши. Причем я уже даже питомники вижу. Одни чистые, а другие чуть-чуть паршой тратеные. То есть уже знаем, какие для юга, для севера, для мокрых мест, для сухих. Это же селекция. Что такое селекция? Сади больше. Вот смотрите, питомник, да? Да. Ну, он был бы ниже и пожиже. Но дело в том, что, видите, как плохо брали? Что вы там, яблоки выдели? Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот. Они все в горшках, да? Да, они все в горшках. Я специально показываю. Смотрите. Вот они горшки. А вот они. Ну, это, знаете, им висеть еще. Ой, сколько. Это этот. Поздний он будет. Да, это этот, опор салматинский. Так. Вот это его горе. Почему он и взялся и уже запустил в магазин. Теперь будете к нему ходить за газировкой. Вот. Теперь, значит, это. Знаете, что это такое? Я взялся прорежать вместо него. Вот. Это так жалко. Мы когда это услышали, думаем, да как же так. Смотрите сюда. Вот видите. Это все будет уничтожено. Но яблони не жалко. Он вот это вот собирается уничтожить. Посмотрите, сколько места занимает. Абрикос. Да, они уже плодоносят. А смотрите, вот этот питомник, по большому счету, вот как его внимательно на него смотреть. Так. Это моя работа. Это я ходил, вырезал все. Потому что ему некогда, а они мешают друг другу расти. И вот получается, смотрите. Вот уже вот такой. Если быстренько все это распродать, смотрите, в конечном счете, получается, вот пойдем сюда. Это взгляд со стороны. И мной, как чуть ли не мое изобретение. Хотя казалось бы, посажено вот с такой густотой. Густо-густо. Продается-продается. У меня-то лучше покупали. И в конце концов, вот это вот, конечный итог. Итог приходил. Вон, видите, там это. Грушу между этими абрикосами росла. Пришлось вырубить. Вот придется вырубить. Вон, уже забил его соседями. Вот это конечный итог. Но зато, вот то, что сейчас вы видите, это убить невозможно. Почему? Им уже 20-30 лет. Они не то, что помирать собираются. Они-то в прошлом году видели урожай. Вот. А теперь вот, смотрите. Вот этот покажу. Видите? Вот так он его отрезал. Вот так. Хотел вообще убирать. Это бай. Посмотрите приросты. Сильнейшая обрезка. Вот это приросты, это где-то примерно, если снизу смотреть, полтора. Полтора даже. Да. Вот это, к сожалению, и он уже собирается опять. Теперь уже до конца. Вот. Потому что ему некуда садить питомник. Вот. На веточке два яблока. Да, это. Бывают неудачи. Вот смотрите. Вот это дерево я спилю. Вот оно. С мелкими яблочками. Оно живое, но оно неудачливое. Его забили. Ему места мало. Вот со стороны солнца вот это заслоняет его амур. Амур поздно. Посмотрите, какой вымахал. Пока Сергей еще собирался выпилить, он дал. Вот. Ладно, пойдемте еще туда. Может, до магазина дойдем. А может, и не надо. Вот это его сливы привитые. Видите, вот эти вот венгерки, которые посветлее. Это как раз его Нировостока. Абрикосы привитые. Не все даже посадил. Вот. В последний момент взялся за магазин. Вот здесь у него груша росла. Чудом продал. На ней четыре груши висело. Два метра ростом со скелетом. Но умудрился продать. Вот тут была. Горшок прямо вынул из земли. А я даже не помню с горшком. Вот это те самые. Помните, я говорю, 23 ведра снял этот жердель. Вот они жердели. Одно я перенес на тот участок. Она уже вот такая буршущая. А это вот они специально пересадили, чтобы они росли. Я посмотрел цены на питомниках. Есть и 500, и 800, и 1000. Есть и 3, и 8 тысяч. Савжинец. Вот прям питомники выросли. Но дело в чем. Вот здесь вот он уничтожил манчжурцы. Не жалко? Мне жалко. А ему место надо. Вот сейчас будет это место занимать. А вот это вот Фаина. Помнишь это? Позировал я, снимал. Вот это Фаина. А вот это вот, ладно, уже экзотику покажу. Как ни странно, экзотика. Я не про эти дыни. Идем сюда. Орех. У нас на Украине назывался лесной орех. А формально называется лещина. Ага. Ну еще не поспел. Вот. А отсюда было выкопано штук 30 сеянцев. Пересаженный. Имейте ввиду, если что. Ага. Один заплодоночил. Сейчас я покажу вам. Покажу персики. Персики, персики. Персики он все-таки умудрился привить. Сейчас покажу их. Пойдемте сюда. Это уже я все садил. Вот это. Это все я. А кстати, грушу я садил. Вот она. Вот вот. Прямо. Так. Некогда обработать. Видите? По двое лезут. Вот. О! Угощаю. Вот. Спросите меня, что за сорт. Я так не скажу. А где-то записываете это? Да там где-то бирка. У меня просто сила кончается. Для меня жарко. Вот. А вон это красавец. Смотрите. Ближе покажу. Уже нет сил подходить. Это жигулевское. Видели? Молодое дерево, да? Вот. А это. Спросите меня. Схоже не отвечу. Ну и еще раз говорю. Потом. Вот. Видите, какие яблоки интересные, да? Смотрите. Да. А теперь пойдемте сюда. Отсюда покажу. Вот этот вот склон. Самое лучшее место во всем. Почему? Именно потому что склон. Причем западный. Здесь случилась та же самая картина. Любуйтесь. Вот они не проданы. Видели? Вот это и есть трагедия. Вот. Люди предпочитают купить два, чтобы оба была мертвых, чем один живой. Так у нас принято. А здесь все-таки расходы большие. Вот. Дошло до того, что одни цены держат, хотя у них написано из лучших мировых питомников. Ну, то есть, Италии, там, Испания. Все умрет. А другие уже снизили до 300 и даже 200 рублей. Якобы привиты. Вот. Попробуй поконкурировать. Расходы большие по содержанию питомника. Так, хотел еще персики показать. Это тут у него... Вот они вот здесь. Есть, да? Ну, посмотрим. А, вот они. Ну, здесь это так, краплениями. А у него где-то целая грядка. Я забыл где. Я уже перестал сюда часто ходить. Это вкраплениями. Это вкраплениями. Вот. А вот это, Илья Александровна, смертельная зона. Надо... Знаете, как это? Чтобы доказать, что они смертельные. Об этом знают считанные люди на всей планете. Вот. Ну, Илья Александровна уже знает. Вот здесь я ей вручил рамки. И вот здесь это очередной мертвый. Вот. Очередной мертвый. Снова мертвый. Илья Александровна. Вот. Вот тут она... Поверяли это место? Вот. Все, что они посадят, здесь умирает. А наказывать надо так. Мне нужно доказательство. Вот если кто-то из смертников, которому собирается повесить или там... Поселить его тут. Вот. Да. Вот сюда ему, значит, палатку, кресло. И пусть поживет. Он все равно умрет. Ему все равно помирать. Вот. Но нужны доказательства. Я уже так глумлюсь сам над собой. Потому что это такая доль, что наука не признает это. Последний вебинар не смотрела? Не вести. Жаль. Не вести. Там про эти самые... Биополе, которое отдали на откуп нам, сумасшедшим. Городским. Так. Ну, мне кажется, туда уже мы не пойдем. Да. Если бы там машина была, растут. Давайте вернемся. Я начинаю выдыхаться. А вот еще... Да я с утра уже на это... Успел на работу. Вот, смотрите, еще одна грядка. Вот они, персики. Видите? Это привитые. Вот. Ну, и если так смотреть, я об этом говорил, сейчас специально Станин Бугор. С обидой, Ирина Александровна знает. Вот этот участок, 10-соточный, вот он, продавался за полмиллиона. Пустой. 20 лет, вот он, не вот это, вот тут вот еще, это место еще, культура. А вот он начинается вот оттуда, загороженность с тверх сторон, 20 лет не ступала на госчека. Выросли вот эти березы, и теперь они представляют никакой ценности. А здесь вот, Сергей уже вырубил, показывать, вот там у меня до сих пор лежат, ну, выкопанные, или уж так поверите. И вот, и скоро будет следующая партия, вот, потому что пересаживать некуда.